Значит, карта Пангея, возраст мира средний, ни новый, ни малый, ну там, короче, стандартные настройки, самые обычные, а тут у меня, я в пятёрке, у меня в пятёрке музыка вообще выключена, я в пятёрку вообще без музыки играю, у меня вообще вся музыка почему-то в пятёрке не особо, всегда была, а вот в шестёрке есть несколько, типа, Кри, России и Маури, наверное, с их завываниями, которые просто меня раздражают, но их просто можно в игру не брать, тогда этих завываний не будет. Шалом православное, может, круче шалом арийцы. Что у Китая? Значит, бонус великого генерала даёт не 10%, а 15% соседним юнитам, и генерал на 50% быстрее появляется. Кроме того, уникальный юнит Чекану, это арбалет, который два раза стреляет, и уникальная библиотека. Значит, для, смотрите, место неплохое, не знаю, давайте я подумаю, может, на этот холм прыгнуть. Так. Да, я думаю, на этом холме надо ставить город. Потому что возраст мира не новый, и у меня тут много холмов, и морские, возможно, караваны, причём такая бухта, меня хрен кто возьмёт с моря и мху. Так что, я думаю, тут ставим, и всё. Пожелаем хорошей игры. Соперникам. Значит, ещё раз повторю, у нас в соперниках Ассирия, Ацтеки, Россия, Нидерланды. И... Так, кто там ещё был? Ну да, откроем лошадей. Блин, забыл. А, Греция. Так, уже у нас, я смотрю, какие-то руинки есть, какое-то вот место для следующего города вырисовывается. Не, хорошее место, мне нравится, картинок так насыпало. Но, при том, что это обычный старт, а не легендарный какой-то... В смысле, никакого мода не стоит на графон. А, ну, это не шестая целая, это пятая. Если про это... Кстати, кто не в курсе, о... Гончарное дело нашли. Это я люблю, когда в руинке теха находится. Ну, вот, выглядит вот тут место куда-то под город. Тут явно проплыв есть. Давайте, наверное, вниз сбегаю, гляну. Кстати, на шестёрку есть мод, который делает графику в шестёрке, как будто из пятой цивы. Какая-то, прикольно, мне нравится. Ну, так, тут даже, наверное, куда-то вот сюда надо будет, что ли. В общем, тут можно уже выбирать, куда город ставить. Короче, места вроде ничего такие. Так. Наверное, рабочего. Так, тут варвары. Возможно, на месте варваров какой-то город. Грек уже снизу пришёл. Надо пойти найти Грека. Возможно, он захочет меня убить пораньше. Ну, у меня просто ранние юниты крутые. Прям на хрюшек, думаю, чтобы ещё Петров была возможная. Ну, кстати, кстати, везти, конечно, Пусила будет далеко. Блин. Сюда кампус на плюс пять становится. О, там ГГшка какая-то. Вот с этой стороны такси, видите, место. Пока в два города поиграем, видимо. Пошёл Пантеон быстрый, но... Чувак не решил, на что ему Пантеон нужен. Ага, вот я вижу, вот тут какие-то места уже ничего такие вырисовываются. Блин. Тут бы пройти к Греку посмотреть, а у меня тут всё закрыто нахрен. Мне кажется, просто будет караван защищать. Тут две галеры надо будет просто сделать. Так, Ванкувер встретили. Там ещё я увидел скаута Грека. Так, вот всё, на болото не хочется становиться. Это минус к силе. Я, наверное, этим скаутом сюда пойду, чтобы Грека найти. А тут вот остаток вот этим исследую. Ну, как-то вот защищено горами. Это явно тоже моя территория. Так, ну давайте думать, если мы будем брать Пантеон. Можем на эти взять. На драгоценные камни. Можем взять на лагеря, например. Хотя лагерей маловато. Он ещё ГГшка. Так, а тут Нидерланды у нас где-то. Короче, мы только одну... Вот единственное, что мы только одну руинку нашли. Я думаю, уже пропылесошено. Майнинг. Ещё дальше. Календарь, наверное. Или каменную... Не, наверное, календарь. А как эту руинку Грек пропустил, интересно. Не, 10% к росту, как Пантеон хреновый. Это 10%, ещё раз повторю, это 10% к избытку еды. А избыток у вас всегда, ну, не особо большой. Ну, ладно, мы сейчас вырастим до трёх. Ну, может, надо было этих коров купить пораньше. О, я прав, спасибо. Пошли Грека тут искать. Так. Ну, наверное, пора уже Сеттлера делать. Тем более, я тут сейчас буду... Вот сюда пойду лес вырубать. Блин, там хотя могут быть варвары. Угу. И этот на... Блин, этот захочет сюда куда-то ставить город. Я бы сказал, что тут поскорее у меня Нидерланды пока соперник, чем Греция. Так, пока один ход по вырубаю. Но он сейчас подойдёт, мне придётся уйти. Наверное, надо этим скаутом, наверное, вернуться. Иначе у меня посел... А, нет. Так, тогда мы довырубаем. Отлично. Традицию берём. Стоим в защите. Возвращаемся. Надо вылечиться и поселенца под защитой этого скаута вести. Ну, Нидерландам, очевидно, надо где-то вот здесь ставить город. Это прям... И брать пантеон, кстати, вот ему точно надо драгоценности. И жемчуг зайдёт. Так, тут лечимся и забираем руинки. О! Так, не можем ли мы случайно... Блин, жаль. Так, вот теперь уходим. Нет, не ускоряется никак. Ладно, пускай 4 будет. Ну, чё, покликаем. Я, кстати, не хост в игре, если кто... Вдруг. Поэтому... Я четвёртый в лобби. Еее. О, население, кайф. Это я хорошо с руинкой зашёл. Так, календарь, один ход. Пойдём как раз... Сахар. Обработаем. Так, ну и копьём надо возвращаться. Тоже... Собственно, сюда пойду копьём, чтобы защищать. Так, ну Грек где-то далеко. Ну, так, относительно далеко. Я думаю, тоже... Ну, то есть, меня единственное волнует, что Нидерланды, скорее всего, сюда поставят город. Куда я хотел... Но у меня где-то тут ещё место есть. Вот, конечно, не такой будет хороший, как тут. Но моё место скорее здесь, чем здесь. Так что нормально. Мне бы, кстати... Эти... Висячие сады было бы неплохо, потому что у меня город не на реке стоит. Очень сады бы мне помогли. В данном случае, ну, собственно, получить... Сады. Интересные места, конечно, за горами. Так, что нам дальше? Ну, каменную кладку можно открыть. Железо можно. Можно нашу библиотеку. Но я всё равно пока её не буду, наверное, строить. Давайте... Давайте откроем корабли. Надо всё-таки пару галер построить. Что у нас, говорит, демография. А откуда производство у Нидерландов? Видите, что у него производство... Производственное место было? Мы, конечно, не полностью видим, но... Немножко странно. Так, кто-то в пустыне появился. Я думаю, про Петру можно забыть уже. Сюда у меня тут налёт. Так, игра предлагает здесь, но мы, конечно, сюда пойдём. Шесть ходов. Так, я думаю, нам стоит... Ладно, пока светилище. Здесь как-то отобьёмся. Так, так, вообще-то хочется уже и... Лучников бы построить. Ауч. Больно. Так, ну тут уже надо... Скаута выводить на помощь. Спрячемся. Так, Катманду я пообещал защиту. Кто-то... Это, видимо, Нидерланды взяли первый пантеон. Да, вот этот первый пантеон Нидерланды взяли. Нашли Катманду. Так, тут стоим. Не хочу я лес вырубать на святилище. Дайте, наверное, выкуплю вот эту клетку. Начну здесь уже пастбище строить. Ну, может, я и впихну два города. Но первый всё равно надо этот ставить. Тут уже всё равно влезет тогда, если что. Но пока мы ставим вот этот город первый. Так, ну, святилище, наверное, я уже дострою. Потом построю две галеры. Пошли рассинхроны. Ну, железо должно у нас быть. Тут вроде стратегический баланс стоит. Так что... Железо, конечно, важно узнать. Но железо должно быть. Так, убиваем. Светилище достроили. Трирему делаем. Так, у кого-то соляной старт. Ну, или медный. Одно из двух. Так, давайте я, наверное... Буду защищать так. Скаутом обратно пойдём. Ага, вот Россия. Вот Россия у нас с этим... С пустынным стартом. Ну, давайте... Нет, давайте сначала... Лучников открою. Ага, тут грек убил этот лагерь. Ну, пошли, всё-таки грека найдём тогда. Грек, походу, должен быть рядом с Россией. Так выглядит. Грек, походу, должен быть рядом с Россией. Ой, ну, что это... 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 Блин. Грек рядом со всеми. Ну, и не факт, что у него там проход есть к России. Блин. Ну, какой вынос грека? Да он скорее меня вынесет, чем я его. У него уникальные юниты. Так, а давайте попробуем на защиту взять. Да, вот это не очень. Ну, я пока второй по армии. То есть, вот это его вся армия, что ли, дуболом и лучник. Не знаю, где-то здесь, что ли, встать копьём. Ну, мне надо запустить морские караваны. И тогда, может так, а грек вообще через что? Через традицию. Зато у него русский рядом через волю. Ему бы русского бояться. Так, давайте охоту, чтобы реально счастье получить. Ну, тут надо сейчас ещё сахар дообрабатывать. И надо идти вот с этим лагерем разбираться. Так, производство. Производство. Греки, еда от лагерей. Ну, наверное. Надо пойти посмотреть, какой у него проход к русскому. И есть ли он вообще. Это, конечно, город берётся вообще только в путь. Если грек захочет его взять. Он вообще хоть города поставил ещё? Поставил. Ну, понятно, что он бы тут на море не ставил. Он вообще вот сюда бы не ставил город. Так как он тут. Но я очень рядом к нему, естественно. О, я уже сразу сахар обработал. Так, надо идти копьём тут. Помогать драгоценности обрабатывать. Так, вот мой скаут явно выживет. Всё, русский ливит. Всё, это 29 ходов. Ну, зашибись. Вот сосед грека ливнул. Нет, это не хост. Хост the game changer. Ассириец. На клетке города две монеты. Это он эту принял. Монархию. Сейчас проверю. Традиция три, да. Раз, два, три. Монархию принял. Ему, скорее всего, Катюбью. Убьют скаута. Не знаю, конечно, как он там прокачку брал. Нет. Я так не увижу, да. Мне кажется, его убьют. Ну, тут не может быть варвара. Я, конечно, сейчас проплыву. То есть у меня двумя галерами, собственно, вот тут стоять. Доделаю здесь сахарно... У него одна еще. Ну, вообще, в принципе... В принципе... А, вот почему он сюда поставил. Кайлас тут. Наверное, русский поэтому и ливнул. Ясно. Ладно, давайте примем указать наши добрые намерения. А, я думаю, наверное, можно... Не, доплыву уже до конца. Но я думаю, что там... То есть лагерь варваров не будет появляться, чтобы отсюда какие-то корабли. Приплывали варварские и грабили мне караваны. Так что можем спокойно делать караваны уже. Видите, нам галерами вот тут и вот тут встать. Хотя тут тоже варвары не могут делаться. Валим. Вот тут. Вам не кажется странное место? Ну, как бы, в принципе, вроде ничего такое, но... Если бы он хотел тут поставить какого-нибудь сюда, что ли, А то у него тут полклеток Катманду забирает. Или уже... Не, ладно же. Мы все равно... Сначала два... Не, вообще надо, надо. Ладно, библиотеку. У нас в этом городе, в Шанхае, после амбара будем библиотеку строить. И здесь уже на рост переключаться пора. Причем давно надо было... Что-то я тупил. Подожди, а у меня тут нет амбара. Поймите, ниоткуда стояночка. Ниоткуда караваны пока отправлять. То есть, амбар надо построить. Тут еще 12 ходов. И тут еще нет амбара. Гибралтар. Трюфеля закакан... Нет, подожди. У меня-то трюфелей вторых не будет. Спасибо за предложение, но нет. Так, наверное, это надо убить. Ну, как сказать, не прощал. Он бы сюда сам город не ставил. Место у него, куда он будет ставить города, есть. Ему бы вот этот город не прощал бы русский. О, видите, куда он взял? Он куда-то сюда хочет сейчас поставить. Тоже не мое место. Там вам кажется, что поселенец не защищен. На самом деле, не прорисовался военный юнит. Там защищен поселенец. И он на земле играет. Но я бы, честно говоря, возможно... Я согласен. Я хочу сейчас раскочегарить два города. Просто запустить два каравана. И, наверное, напасть на... Грека. Хотя, блин, у него уникальные юниты. Гитайры и гоплиты. Это тяжело будет. Вот ему... Он русскому под столицу город поставил. Это да. Я бы еще к Ванкуверу и Коломбо за рабочим как-то сходить. Москва в три жителя. Я тоже думаю, до арбалетов на Грека лучше не идти. У меня вот Нидерланды пока позволяют здесь город ставить. Да, ну за армией, конечно, следить надо. О, я первый. Найс. Ну, у Грека будет религия явно. Я думаю, мне... Мне в религию можно не пытаться даже. Так, маяк только для Шанхая. Да, давайте пока к коляске. И нет, давайте железо все-таки посмотрим. Посмотрим. Ну? так добить этого так что нам взять ну опять же мне кажется стоит сейчас взять что-нибудь просто на культуру что религия будет у грека сто процентов как бы не перебью это я это не перебью то есть вопрос либо на пантео либо на пастбище либо на плантации он-то одна так пастбище как-то побольше хотя тут наверно на пастбище возьму полечимся пока так ну и здесь надо подрасти а грек не на эти взял что ли грек еду от лагерей взял ну что-то у него как-то лагерей то и немного вот это с этого лагеря то есть почему-то они не голландцы уходят а ко мне в гости нормально вообще я считаю что нет так стоим здесь пока этот лечится можно заработать сразу и катманду и сингапура за убийство такая всем пообещал защиту ой посмотрю так все еще проверяем армию я первый спонсорство любого уровня дает доступ к записям стрима да коту кота всячески унижают просто доминация над котом этих приматов приматы унижают котика и когда такого не было и вот опять вот тут даже рабочего уже варвар но не но я не буду заниматься этим лагерем естественно это явно дело нидерландов каринф интересно поставлен нам главное запустить два каравана вот этих мои морских и я буду себя чувствовать очень уверенно и и раскрепощенно можно еще конечно наши библиотеки построить и нац колледж ну вот смотрите спрашивали откуда появились у грека вот здесь два золотых вот смотрите у нас сейчас две еды три производства берем монархию хоба у меня город прямо на железе это очень хорошо не разграбят ну еще где-то чертом радиусе будет желе нормально с железом тут еще поставим когда качество железом зашибись это на будущее фрегатами нидерланды выносить так у тебя наверно производства переключиться максимально доделать за один ход до караванчик за один ход доделать вот теперь можно и коляски наверно потом в философию пойдем так проплыва нету вообще ни сверху ни снизу ой хочется рабочего забрать нашего не доведу артемида нидерланды сделали артемиду перебрасываем из шанхайна в первую очередь надо столицу отъедать естественно там еще ггшка но мы сначала да ладно не дадут увидеть город она пофигу этот город не так важно видеть потому что мы можем как его размер здесь посмотреть например эти спарта три жителя так библиотеку сразу начинаем вообще вот вы конечно нет не может не может нигде тут не могут нигде появится воровские лагеря поэтому со спокойной душой нам надо вот здесь держать проплыв баб эль мамдепский так я третий по армии уже неприятненько все так много производства у нидерландов я не понимаю реально не особо видать откуда у него производства но опять же я бы скорее греку грека бы это лучше волновало чем мне но мне кажется грек будет просто русского забирать ну то есть вот москву заберет всегда приятно иметь четвертый москву городом столицу чью-то пускай просто будем стоять здесь пускай тут долбиться об нас не хочет об нас долбиться обидненько так ну шанхай замуж эту клетку купить чтобы рос быстрее не давайте пускай лучше библиотека быстрее построиться это уникальное здание бумажная фабрика уникальное здание китайское вместо того чтобы потреблять два золото как у всех остальных библиотеки она наоборот дает два золота за счет этого прикольно за китай через волю играть то есть у тебя расползание твоих городов и много библиотек в них не убивает твою экономику она делает ее сильнее в колосс думаете идти я бы сначала ну-ка этот может идти в колосс конечно нидерланды давайте глянем ну вряд ли кто-то вообще что-то открыл еще 77 77 математику кто-то математику и верховую езду уже открыли ну и может реально в колосс сначала а с другой стороны а куда мне о space стал спонсором канала спасибо большое а то чтобы я бы не знаю хочу философию почему-то хочу философию то чтобы стримы смотреть да но с с с с с с с с с Висячки Это, видимо, Ацтек Нет, слушайте, Ассирия Ну, меня радует, что Ассирия, а не Ацтек Потому что Ацтек там С висячками, Артемидой Артемиду построил этот Нидерланды Так, ну что, начинаем расти Мне только в Шанхае не хватает рабочего Сейчас сбегаем к Ванкуверу Я надеюсь, там украдем рабочего Тоже бумажную мастерскую Следим за Так, я тут Второй по всему Четвертый по армии Ну, хотя тут недалеко Типа от первого места Мне кажется, Грек, если будет делать армию То он все-таки, мне кажется, на Россию пойдет скорее Почему-то У меня вот такое Ощущение А вы как думаете Так, три хода мастерская Я бы вот с этого куда-то сюда переключал Тоже три хода И так, три хода Так, пока оставлю Все-таки обработанный Сахар кучу денег дает Мрамор Пекин хочет Какой-нибудь мрамор есть Из моих соседей А, все-таки у Осирии, видимо, медный старт Это же Осирия взяла Пантеон на А, нет, Россия Да, Россия Странно тут Сыграл Так, лучше Обойду с этой стороны За рабочим Зайду Наверное, да Так, а там будет каждый ход Меня обстреливать Я должен копьем его убить Блин, может мне все-таки Посило уже сюда везти И его ставить Если там первая армия У Нидерландов Не нападет ли Ну, вообще Нидерланды, конечно, странно Как-то расселяются У него где-то третий город Тут явно какой-то проход есть И там у него где-то третий город Получается Так, тут надо Блин Так, как мы тут сделаем Угу Как-то так Так, вообще вот эту клетку Надо купить Интересно Это рабочего у Ванкувера Или у Коломбо сперли Библиотека Россия библиотеку построила Так, мы, походу, его не убьем Сейчас Блин, разграбит драгоценности Жалко Жалко Два хода и три хода до философии Нормально Давайте Давайте на поселок, кстати Как раз в тему будет Пока будет делаться на сколледж Поведем сюда посела Ну да, забрали пантеон Посмотрите, у него тут есть места У него офигительные места Здесь То есть так-то ему надо было Раньше, конечно, ставить Взял на волю Он думал, что Грек будет ждать Пока ты туда город поставишь Так, наверное, встанем Пришел скаутом Как вы думаете Может ли Нидерланды Сейчас на меня напасть Вообще, могут Мне бы лошадей обработать Тоже колясок сделать Ну, хотя у него армия здесь Походу, у Ванкувера Все-таки рабочего угнали А не у Коломбо Видите, нет у Ванкувера рабочего Хотя он может здесь А, вот он Так, окей, забираем Еще рабочего тут пока сделаю Как-то этот лагерь надо убить Мне кажется, если я тут город поставлю Нападет на меня Нидерланды Как вы думаете Нападут Ну, у него не морские города Я не знаю Но он, конечно, не видел Что я на море стою То есть у него только столица на море Она берется, по-моему, изи То есть я не знаю Мне идти в Чикану Ну, мне всегда надо в Чикану идти И на Грека нападать А потом То есть мне нету смысла бояться Нету смысла бояться Нидерландов Что они нападут Этими Фрегатами У него один город Все, только столица на побережье Ой Бля, ну это Я нажал правой кнопкой Чтобы убрать Оповещение И походил копьем И сейчас минус рабочий у меня будет Потому что захватит его Блин Надо Надо юнитов построить пока Вместо Сеттлера К сожалению Блин Теперь, кстати, можно и в Колосс пойти Но его кто-то открыл уже Но я думаю, нету смысла Колосс уже открыл Значит, кто-то уже Ну, я думаю, это, скорее всего, Нидерланды Хотя, может быть, кто-то еще на побережье, конечно, находится Еще Ацтекиш у нас есть в игре Блин, ну вот это мисклик Просто охренеть Ну и что, гезы не очень крутой юнит, прямо скажем Конечно, приятная прокачка Но одними гезами мне ничего не сделает Ну, хотя, вообще, нормально у него тут Город Просто, блин, мисклик Произошел Ладно, я быстро отбил Не так, все Это доделаю уже лучника У нас он золотой век Надо точно золочивать на клетке с золотом Лхаса Он тут еще и Лхасу первый нашел Ну, нельзя, какой у нас тут прям план Но я, естественно, боюсь греков В любом случае Да, последний по армии Ацтек Он там явно сидит в хороших условиях Развивается Может, все-таки он в колосс вышел Я не вижу, чтобы А, блин Это не он В колосс вышел тот, кого мы встретили Конечно, Ацтек тоже мог выйти в колосс Но мы об этом не знаем Не, знаете что? Возьму аристократию, чтобы Нацку лишь быстрее строить Я попробую все-таки колосс Ну Не строит же его недоланда Еще это может быть Россия Но Россия с четырьмя жителями в Москве Мы не видим, на море она или нет Выглядит, как будто на море Хотя, может, и нет Золотой век Восемь ходов Когда Смотрите Когда свой Золотой век наступает Ацтек кому-то спасибо Написал Когда свой Вот Набором То восемь ходов Когда вы запускаете Великим человеком То шесть Ну, там Не считая модификаторов Если у вас там Чеченицы нету Понятно, да Если вы не Персия Россия у нас комп Так что Я не думаю, что он понимает Что такое Раш Петры А нет нам смысла Копье обстреливать Пускай он атакует Этого Скаута Нидерландского Он будет Скаута Нидерландского Атаковать Если вообще Будет Да Будет Так Ну вот это Уже неприятненько Вот этот Парень Еще одного Рабочего Сделали Так Значит Тут мрамор Хотел А здесь Какао Блин А какао У нас У Нидерландов Имеет ли смысл Минус Тринадцать У чувака А что У него так С золотом Все Не очень Постоять Наверное Надо Пока Так Нидерланды Колосс Не строят Блин Неужели Ассирия Еще на воде Может быть Ну кто-то Кто-то Вышел В колосс Так Я первый По деньгам По Производству Четвертый Но не особо Отстаем Прямо Скажем Что так Еды много У грека Откуда Непонятно Ну хотя Здесь Есть Еда Да Так Ну здесь Ты умрешь Да Это мы Продолжим Пожалуй Блин Тут Еще Барьерный Риф А мы Походу Ацтеки Религию Приняли Первыми А ну У них Пустыня Там Надеюсь Ну мне кажется Ассирия Там В соседях Хотя Может быть И Нидерланды Короче Кому-то Надо Ацтек Стопать Я так Считаю Так Куда Мы решили Город Ставить На Сахар Может Это Наплыл Галеры Уже Вот так Ну не знаю Я бы Наверное Попробовал Колосс Строить Раз Нидерланды Я не вижу Чтобы он Строил Их Ну блин Странно А кто Выходил Тогда В колосс И не Строит Колосс Как Такое Может Быть Уже Двое Вы Каких Двое Даже Трое Вышли Я Что-то Не Понимаю Не знаю Может Афина Так Походу Грек На меня Сейчас Нападать Будет Пошли Смотреть Или Он Стоит Или Он Стоит Смотрит На Меня Не Знаю Не Походу Он Сходил Посмотрел На Меня Пока Просто Денег У него Нет На Ап Я Наверное Сахар Поставил Хочется Типа Конечно До Какао Добраться Но Тут Такая Ситу Близко К Нидерландам Не Хочется Ставить Давайте Метка Луков На всякий Случай Откроем То Тут Как-то Неспокойно Становится Вокруг Не знаю Все Повыходили В колосс Чисто Ради Мечников Я не Пойму Ну Давайте Мечников Сделаю Ассирии Нападать Мечами И Боками Приятно Ну Я надеюсь Что Ассирия Это На Ацтека Хочет Напасть Что Там Ацтек Явно Очень Неплохо Ся Чувствует С Последней Армией Тем Более Да Да Походу Ты прав На кого-то Ассирия Планирует Нападать Сто Процентов Где-нибудь Тут Скаутом Встать Ага Вот Есть Гоплиты Есть Еще Поселен Блин Я бы На месте Честно Грека Вместо Четвертого Поселенца Лучше бы Москву Забрал Конечно Немножко Тяжеловато Но По-моему Забирается Попробуем Колосс Нидерланды Вторые Странно Грек Скайласом Не может До сих пор Или как Еще он Скайласом Не может Религию До сих Пор Принять А Все-таки Утрак На воде Судя По всему Тоже Так Ну Надо с этим Лагерем Что-то Уже Делать Пойду Даже Копьем Туда На помощь Ну ладно Ассирия Вышла В колосс Ради мечников А остальные Там же Как минимум Трое Вышло Как минимум Трое О Греция Наконец-то Приняла И что она взяла Мечети И плюс 100 Ну Такое Такое Этой рыбы На место Лагеря Наверное Вполне Я не понимаю Почему он Держит Он сделал Поселенца Так я Вон Вишь Мечника Строю Выхожу В метколуки Ты что Думаешь Я Не готовлюсь К войне Что-ли Я вот здесь Буду Сейчас Армию Строить В этом Городе Ну Метколуки Естественно Потому что Они потом В чекану В общем Надо в чекану Просто сейчас Идти Ну С этим Лагерем Надо разобраться Вначале Чтобы У меня тут Больше Не появлялись У меня тут На глазик Прокаченный Скаут Все видит Деньги у меня На апгрейд Есть Если что Так Куда нам Дальше Ну Пошли Рынок Потом Караванчик И Чекану Нацколедж Построен Нидерланды Мне кажется Ко мне Никаких претензий Не имеют Пошел Гитар Да Да Наверное Не стоит Рисковать С колоссом А Видите Я бы не успевал Все равно Его построить Ну и кто Построил Ацтек Что ли Россия Вау Это Комп Оказывается Вышел В него И хотел Построить Прикол Неожиданно Честно говоря Коляски Ну меня Больше Конечно Шанхай Беспокоит Чем Пекин 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 Тяжеловато Тут будет Брать Вот этот Переход Через Реку Ну Вместо Того Чтобы Вместо Того Чтобы Россию Забирать Вот Грек Хочет Так Сделать Ну Давай Ладно Боится Чекану Моих В столице Великую Кстати Да Думаю Имеет Смысл Я думаю Тут надо Уже Максимально На производство Переключаться Таракотка Вот это Да Я конечно Для Грека Скорее Это делаю Но надо Надо Пошла Жара Не дал Поиграть С другой стороны Смысл ему Сидеть Ждать Этих Чекану Так Я кстати Стены Смогу Купить Наверное За деньги В Шанхай Наверное Или лучше Юниты Купить Сколько Стоит У нас 240 Наверное Куплю У нас Еще Главное Генерал Быстрее Набивается Чем У него Но Он же Наверное Не вышел В честь Сейчас посмотрим В честь Вышел он или нет 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 В честь Тем более Тем более У него Даже Наверное Минус Гитая Один Сейчас Будет В честь В честь В честь да в пекине было бы ну слушай а великая стена думаете тут сильно поможет мне вот и так перемещение по одной клетке то есть мне надо либо просто стены скорее что тут перемещение по одной он через реку переходит а потом еще вот это вот очень рукой си коляска немножко быстрее подойдет надо этого гитару убить нас конечно сюда выкинуло не очень приятно по блин я еще и походить им не могу а я им убил видимо окей ну обстреливаем те юниты которые полечиться не могут я отойду полечу надеюсь что я смогу отойти блин там еще какие-то варвары плавают так я думаю надо лес вырубать на луки и он ну короче ясно перекликивание все ясно с этим чувачком он чисто на кликах играет все что он умеет это кликать настроить кучу армии кликать он успел убрать убить мне тут убить мне тут просто фигачит армию и на кликах выигрывает вот и все вот и вся способность человека в стратегии познакомьтесь надо ли нам всадники давайте подумаем ну что тут из армии будет еще круто давайте попробуем ладно всадники копья это вот и все как да вот и все вот и все вот и все Ну смотрим Ну а хера ты не отходишь Петру Ассирия построила Ацтек Ну тут победа Ацтека я не знаю Блин Сидим Смотрите сколько чувак вложил В армию Даже с тарокоткой Ладно Сидим играем Сидим играем Нет тут лучше армию строить А не стены Стены надо было заранее строить Но я даже в них не вышел К тому моменту Так тут попробуем Мечника спасти Нормально Так что здесь Ну пока я не вижу Как он меня берет Честно говоря Все еще То есть надо просто учитывать Что у него Фаст клик Ему конечно надо было На Шанхай сразу идти Вот Шанхай берется Да Теперь он походу Отводит войска И идет на Шанхай Как-то так Я не знаю Что он делает Ну вот сейчас Видите Вот тут Мотляется Тудой-сюдой Потеря времени Потеря темпа Ну мне конечно До Чекану еще далеко Он все равно подходит Я не знаю Что он хочет сделать А вот и генерал Дратуйте Субтитры сделал DimaTorzok А плюс То есть у меня генерал Плюс 30 дает Ну давай Повоюем Я думал Вместо 10 15 А он К 15 Дает еще 15 У меня генерал Круче А Все таки там Ассирия забирает Ацтека Ну молодец Грек Молодец То есть Смотрите В моем понимании Что ему надо было сделать Ему надо было Захватить Москву И тогда Возможно С этим Может быть Нападать на меня Но он это делает Сейчас Нападает Через жопу Прямо скажем В это время Мечником Мечником Лечимся Ой А что это мы Отступаем А что Случилось Да К чуваку К чуваку И он Ливает Он решил Что я Так сделаю Он подвел Армию Ну во первых Я у меня был Скаут Я заранее Уже Ну сколько там За сколько мы ходов Поняли Что он будет Нападать Не знаю Может ему Мир предложить Кстати Ладно Сейчас мы Поатакуем В следующем ходе Попробую Мир ему Предложить Типа Я не сильно Обижаюсь На тебя А я на него Не сильно Обижаюсь Больной Ублюдок Ну просто Если он сейчас Захватит мне Город Это уже Упорка Тогда будет До конца Он точно Этого Хочет Блин У него Минус 16 Денег Он Столицу Мой Точно Вот сейчас Взять Не может Сто Процентов Дипломатия 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 Ну он Постарался Ну что Я думаю Шанхауен Возьмет Но это Это все Это как бы Мы на этом Завязнем То есть Для него И для меня Дальше Упорка Начинается Он Он точно Так Так Ну надо Сюда Подходить Так А сколько Стоит Купить Купить Стенку 300 Ну мне Наверное Никто Не даст Денег Там Что У Ирландов Нету Купить Всегда есть дипломатия Всегда есть дипломатия Если бы о Сирии не... Ну, блин Смотри, он меня Затормозил Я его тоже Эта война сейчас на собой их останавливает Сейчас уже невыгодно мне на него на уникалах нападать Я бы уже сейчас пошел Во фрегаты нападать на Эту На Так, давайте еще Так сделаем Эх, чуть-чуть не хватает Его добить Ну смотрите, где его армия? Он даже походу Шанхай не берет Ну, серьезно Ну, если бы он сразу пошел на Шанхай, да А так, походу, нет Хотя, не знаю Посмотрим Просто кучу производства Что мы, что он В эту фигню Вложили Так Так Я не знаю, даже в Пекине, наверное, уже можно и После Метка лука Можно и попробовать Великую стену может построить Или все еще армией лучше заниматься Сейчас Ну, что Наверное, синхрон будет я уже предлагал ему мир он же он написал что ничего личного ты меня убьешь на уникалах я ему обещаю что я буду ну блин я не знаю опа а я оказывается ему убил юнит здесь низ подиванка блин ну что заберет что ли это таких рассинхронов не видел чтобы мне показывал что я не убил обычно знаете показывает что вы убили юнит на самом деле он не убит а у меня на оказалось наоборот мне кажется цуки армию надо строить в первую очередь лучников и 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 диплома оси диплома оси все он готов на отсутствие мира так этот караван в гуанчжоу примерно тут засвечивать тогда чтобы не было коров этих лагерей а сирия там берет от стека платы лолька взята ему к он конечно ошибся реально с выбором атаки ему надо было идти на так этого примерно удалим рабочего просто ему надо было сразу на шанхайте а потом уже на столицу все равно все равно как-то столица да нидерланды домики строит тут походу не знаю конечно насколько усилится ассирия после захвата но то что грек сделал так что мы оба что он что я тут не победим это прям сто процентов лечилка правда была ни хрена я даже я даже походить не успел просто юнитами а а блин ассирия там хочет хотя замириться с ацтеком я бы тут просто строил юниты ждал его очередного нападения так тут выйдем обратно тут надо просто теперь следить за возможными галерами из шанхая как то вот так встанем я не вижу смысла в великой стене потому что он идя на пекин все равно теряет по одному ходу ему надо реку перейти а потом еще в лес и этот зайти нет сейчас нету смысла надо строить армию ну можно можно если еще одна хотя слушайте хотя действительно вообще сколько у нас до амбара 3 я бы лучше построил караван ну чтобы из шанхая в столицу отправить да блин так шанхай 4 хода марионетка потом превратить он сделает его городом хотя не так минус 2 счастье было ну короче 4 хочешь 4 ходу может сделать городом его поэтому я бы не не надеялся на то что шанхай будет всегда марионеткой так а минут может этого скаутера сырой делают пройти-то никуда не смогу к сожалению а он деньги жрет да еще город сюда можно поставить согласен может быть котей начинал можно было начинать так сразу с этого типа вот эти три города чтобы были ну вот видите аж ну даже ошибка не повезло с разведкой потому что мы повели город сюда и когда я уже повел город даже помкода я уже почти ставил город блин не отвел ну вот и зачем он теряет гоплета ради того чтобы убить копье не понимаю а типа чтоб сюда ворваться ну давай но был все таки армию наверно строить когда мы там кстати следующий генерал не скоро грек упороты конечно он уже да он даже сейчас меня полностью захватит уже проиграна для него эта партия просто видите я шанхай когда вел я только тогда увидел где афины находятся вот это так то пекин ну тяжело брать пекин брать тяжело еще конечно дороги если были построены вокруг но но нет пойдем драгоценности разграбим ну еще просто у него он перекликивает понимаете он этим пользуется ну он конечно он очень плохо воюет вот это вот отход за реку только что просто какой то а тут лес продолжаем армию опять строить ждем открытия чекану а я зачем то открыл копейщиков ну вообще то я правильно открыл а слушай так давайте их построим правильно я открыл копейщиков это же против гитаяров чеченица стон хайста нидерланды там чудеса строит кайф не они стены тут не надо стены а вы в в в в в в в в ну блин ну честно вообще просто трындец хотя бы так просто просто тупо переклеивать вот у чувака он в тактику вообще не умеет в тактику не умеет отход гитарами за реку а потом потеря хода чтобы обратно вернуться это вообще просто красота но зато перекликивает нидерланды демку рвет не за сколько он каша опережает остальных ну вот ну вот ну как бы вот как сейчас грек выигрывает партию просто вот зачем зачем он это делает без того чтобы договориться чтобы я нападал например на москва москва вообще просто беззащитно ее забрать говорю нападу не на нидерланды нет я тебя все если он потратил час производства он тут потерял кучу армии и сейчас он еще настроил армии нет слов может убить рабочего ну вы видите я хожу он раньше меня просто все делает например да это безусловно 結束 не CD Y ну давай посмотрим а копьешь повысит до силу города да нет стены сены не помогли бы здесь заимушу кого денег попросить на стенами на 220 монет вряд ли у кого-то будет 139 84 караван лишь но караван наверно да интересно куда мне это копье выкинет хочу а чё у него так а чё у него так убиваются гита он не берет город блин а чё не так гитары убиваются ну давай стены попробую какой-то приколы сейчас просто гитар с половиной здоровья убился об город ну потому что потому что у них 30 процентов ну короче ему город не гитарами надо гоплитами брать да да у него ошибка что вообще на меня нападал даже мне очень интересно куда меня копье выкинет я аж не могу им походить правильно а и ход и не могу закончить кстати shift enter ясно нет в воду не может просто плавать не умею не может в море выкинуть меня неоткрытая технология для плавания да вы прикалываетесь это будет очень смешно если в воду потому что технология для плавания вот она оптика не открыта поэтому я не верю что в воду вот это более логично прикол конечно ну нам надо понятно из города как раз не гитары бить а те юниты которыми он может захватить город это прикол это просто но это это смешно это прекрасный пример когда у тебя огромное преимущество это не можешь реализовать никак почему-то у меня все ходит да он никак уже не планирует он все вся его игра заключалась в том чтобы на меня напасть и дальше а так как люди слабо умеют в стратегию именно в стратегию тут правда у чувака есть тактика и стратегия это глобально смотреть на то что там в мире происходит в игре происходит у него просто был план напасть на китай он провалился но ты он уже не может это знаете как вот россия напала на украину план захватить украину провалился но уже перестроиться на другой не может человеку то же самое примерно все он уже ну знаете еще привычка там например россия нападала на украину думала что сейчас посмотрите надо убить думала что что украина просто сдастся да будет встречать подсолнухами и цветами не сдалась начала воевать этот чувак тоже думал сейчас она пойдет я ливну из игры и на этом и на этом будет победа но что то как то не получилось блин может этого рабочего удалить реально он его захватывает чтобы ему просто не досталось его некуда спрятать потому что тут генерал стоит внутри ладно жалко этот город непроизводственный вообще гитар не нужно ну наверное его не стоит убивать лучше заняться так этот город не может обстреливать этими юнитами лучше лучниками заняться который городу снимают защиту не пока крепость пока этот хотя может реально крепость вылепить подождите может реально вот сюда крепость вылепить на месте а у меня далеко до следующего ну давай он же тогда хрен мне просто копье убьет ну ну удачи ой а чё так не убивается да а что произошло я бы кстати сейчас пикинеров строил а не лучников блин я зря кстати сейчас обстреливал второй раз он бы и так умер от от этой от крепости девять ходов до чекану ну ну вот глубокое непонимание игры у человека он пришел тут дуэльку поиграть ну ну я бы не знаю я бы уже ну победу нидерландов признавал но на есть крепостями у меня территорию. Да. Четырёх генералов копит. Кстати, а почему у него генералы раньше появились, чем у меня? Он, конечно, мне юнитов, наверное, больше убил, но у меня всё-таки плюс 50% к появлению генералов. Как-никак. И тем более, что ну, когда мои юниты атакуют, они же тоже опыт получают. Деньги даже какие-то есть. Настроил гитареров, которые против города. Они же 30% штрафы имеют. Он не знает, как его юниты работают. Он не знает, как город брать. Он ничего не знает. То есть просто фастклик, настроить ещё кучу юнитов и фастклик. Вот эти люди играют в стратегии. Наверное, думают, что он ничего такой стратег. Чё-то понимает. А, вот, смотрите. Логично. Вот откуда он решил проделать проход к нам. Ну, ты же всё равно не возьмёшь город. То есть крепость влияет на юниты в городе, а не на сам город. Ну, давай, ладно. Вы, прикиньте, двух генералов потратить на это. А я могу, может, даже дождусь своего и может быть поставлю не, долговато ещё. Наверное, вряд ли. Если мне тут дорог не хватает, были бы ещё дороги. Может, прежде чем удалять рабочего, тут дорогу надо было построить, я вот думаю. жена испанский. Она не изучает, скорее, а повторяет. Да, слышно дуа-лингу. Спрашивают, кто там на фоне дуа-лингова. Ну, и там ещё этот сова-вымогатель требует проходить уроки. Манипулятор, да, гмитский манипулятор. 11, 10. Конечно, пикинер больше силы городу даёт внутри. Но надо выводить его. Хотя, может, ещё доживу до 70. А что, крепость 30 забирает, разве? Да, тут уже... не, я пока буду этих убивать. Ну, конечно, может захватить, но, мне кажется, лучников важнее убивать, чем гоплита. Не знаю, я не думаю, что следующим ходом он может захватить, но посмотрим. Не, я не думаю, что я до следующего генерала доживу. минус 2 метка лука ему. сколько производства вброшено в эту войну с его стороны. гитар 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 очень больно об город бьётся. У него именно гоплит стоит на захват города. у моей дочери проблемы с машиной, мне надо идти, а тут снежный шторм прямо сейчас, говорит хост. А, нет, дальше не важно, всё с ней нормально. 65 очков многовато. я второй всё ещё по науке и отстаю уже на 4 технологии от ней. Ну, я не знаю, я максимально посижу, помешаю греку меня захватить. Ну, тут уже победа по такой... Так, галера ж не генералу даёт очки. Галера не генералу даёт очки, а этому флотоводцу. Так, а давайте, наверное, вот так поменяем. Он, наверное, убьёт гитаром, но меня это устроит, я сейчас тогда... Тут просто лечилка есть, я её не буду сейчас использовать, использую следующим ходом. О! Такой предсказуемый дурачок. Так, как нам тут лучше сделать? давайте подумаем. Давайте подумаем. Проатаковать, потом, возможно, убить. Этого вывести сюда, поставить. И следующим ходом тут появится копейщик. видите, он его... больше он не марионетка. А чем он держит вот тут поселенца, я не понимаю? он реально хочет тут город ставить? дверь. Приться тонн кроме англ Надеюсь, этот лошадь его что-нибудь проатакует Два хода до чекану Давайте попробуем построить Я не помню, а на юнит в крепости сама крепость действует? То есть получит сейчас эта кавалерия урон от крепости или нет? Напомните, я просто сейчас думаю, атаковать мне ее этим копьем или нет Бьет? Ну вот, кто-то пишет, что нет только вокруг Кто-то пишет, что крепость бьет по юниту Ну давайте, ладно, проверим сейчас Потому что если бьет, то он должен сейчас убить этого парня А он юниты все строит и строит А вы уже видите, что у меня еще не пошел ход? Хватит урона Да, видите, убила Он прям уверен в захвате города, что он сюда... Или он меня просто отвлекает Ну, нам надо проатаковать О! Вот бы его сейчас сюда поставить, да? Так, а в шестерке ж нету Не знаю, по-моему Подобная защита достойна хоть каких-то донатиков То вообще ничего не присылаете Я не буду так остримить больше пятерку, раз вам не нравится Что-нибудь другое Так, а я только не закончил, да? Ну я... Надо убивать эту... Пускай он отвлекается, убивает это копье Или он не будет отвлекаться Будет пытаться захватить город Ха, еще... Я еще и пикинера этого смог вылечить Зашибись Ну что, мы, видимо, пробуем сюда крепость ставить тогда Судя по всему Это очень смешно Это все нападение Очень смешно Ну он меня может убить, генерала, конечно Тут Во-первых, крепость бьет Надо попытаться, может, не знаю, как-то поменять местами Он же все-таки фаст-кликер Он раньше меня кликает Ну да, я бы пробовал тоже Вариантов особо нету Ну, нет Вы видели, какой пролаг происходит? То есть, чувак просто... Насколько раньше он меня ходит? Да, пинг найс И он даже не хост Ну, то есть Вот эта вся его победа Чисто за счет того, что он фаст-кликер Он не умеет ни в стратегию Ни в тактику Ни во что Просто он кучу юнитов делает Вот, смотрите Стратегия чувака Кучу юнитов делает За счет того, что он первый ходит Он это использует Все Берите на вооружение Стратегию И, наверное, считайте Офигительным стратегом Надо будет еще копьем зайти Обратно в Пекин Видите, он даже пострелял Раньше, чем я зашел внутрь Ну, забирай уже У тебя должно хватить силы Господи Все Слава богу Отмучились Так, ну, ребят Донатов нету Я думаю, тогда Надо заканчивать на этом Пойду в туалет схожу Не будет донатов Все, закончу Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...